Здравствуйте, это программа «Мнение» в студии Игорь Озеров. И сегодня мы будем обсуждать самые разные новости с руководителем группы компании «Байкал Медиа», председателем Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Уландынского городского совета депутатов Сергеем Бурдиковым. Сергей, добрый день. Добрый день. Ты пока меня представляешь, уже полупрограммы проходит. На это всё рассчитано. Ну что делать, если есть такие вот статусы, надо их озвучить, чтобы слушатели понимали. Давай начнём с сессии Гурсовета. Мы записываемся 25-26 октября, она пройдёт в Улан-Удэ. Какие основные вопросы депутаты будут рассматривать? У нас традиционно в конце года основной вопрос – это вопрос рассмотрения проекта бюджета, т.е. каждый комитет по своему профилю рассматривает свои части бюджета, социальный комитет по социалке, соответственно, городское хозяйство, транспорт, кто-то строительство, в общем, у всех свои части. Соответственно, мы рассматриваем на комитетах, после этого переходим в совместные заседания комитетов, ну и, соответственно, завтра день депутата и сессия. Ну, на самой сессии уже редко что обсуждаем, потому что, как правило, все уже вопросы и какие-то нюансы обсуждены на предварительных заседаниях. Ну, у нас понятно, что сейчас бюджет растет в связи с… Ну, основная часть бюджета, как понятно, это у нас социальный блок, т.е. это школы, учителя, строительство, содержание, школ, садиков. Сейчас это радостная, но такая, все равно это тяжелая ножка дополнительная, новые деньги, новые обязательства, муниципальный рост бюджета, но при этом надо сказать, что есть и рост собственных доходов. Сейчас, конечно, это особенно важно, потому что федеральный бюджет как бы такой напряженный, т.е. все видим, что последние полгода у нас бюджет дефицитный в стране, соответственно, этот дефицит бюджета, он потихоньку прогнозирует, проецируется на нижестоящий бюджет. Т.е. что это для города? Для города дефицит бюджета означает, что нужно дополнительно занимать деньги, занимать деньги на рынке. Конечно, кредиты, которые выдаются под гарантии бюджета, они не такие, как на рынке. Не с такими процентами. Не с такими процентами, но все равно это нагрузка, эти проценты, они все равно могли бы пойти на что-то полезное. Иногда без этого не обойдешься, потому что, как правило, в проекте бюджета текущем, если не подтверждена еще часть трансфертов, у нас закладываются расходные обязательства бюджета на часть года. Т.е. условно говоря, на полгода управлению трамвая выделяются деньги. А вот вторая половина года, она пока под вопросом. Ну, это вот такая странная немного для нас была, когда мы были только новенькими депутатами ситуация. Ну, подстраховочка, видимо, такая, чтобы потом не попасть на какие-нибудь нарушения. Ну, отчасти подстраховочка, да, потому что не надо делить шкуру еще в неполученных трансферах. Ну, по крайней мере, есть ряд вопросов, которые... Ну, у нас постоянно как бы бюджетные вопросы, это сложные. Депутаты просят уделить внимание тем или иным вопросам, иногда на округах, там, строительство дорог, там, подъезды к школам и так далее. У нас тоже есть вообще как бы структура устроена так, то есть, мы входим в комиссию по доходам с коллегами, ну, там меняется состав. Я вот практически постоянно на комиссии доходов по доходам администрации хожу, то есть, мы там пытаемся найти источники доходов для бюджета там, где их до этого не было, либо они не дорабатывались. Ну, вот, буквально сегодня у нас очередное заседание коллегии по доходам позавчера мы по бюджету, тоже коллегия под представительством мэра собиралась, обсуждали мы, ну, то есть, соответственно, мы предлагаем обратить внимание на те или иные сферы, то есть, в частности, на... Ну, основной источник дохода города – это НДФЛ, налог на доход физических лиц, это то, что остается здесь в городском бюджете. По овощи. Ну, да, и это основа. Поэтому везде, где у нас есть доходы, мы пытаемся их увеличить, сбор НДФЛ. Ну, в частности, наша сейчас большая головная боль – это те бюджетные расходы, которые у нас идут на инфраструктуру. Это на, допустим, ремонт дорог, то есть, это 700 миллионов, которые приходят в бюджет города на ремонт дорог. И, соответственно, подрядные организации, которые это делают, они должны в полной мере платить НДФЛ. Сейчас они за счет использования некоторых схем, это использование субподрядных организаций, организации, которые не зарегистрированы здесь или имеют одного-двух работников, пытаются уйти от уплаты НДФЛ. Это же 13%, да, процентов? 13%, да. Ну, то есть, 700 миллионов – это, значит, 200 миллионов примерно – это заработная плата, ну, как минимум. То есть, 200 миллионов – это 26 миллионов в доход бюджета. То есть, это существенная цифра. Мы несколько раз собирались. К сожалению, управление налоговой инспекцией не в полной мере пока может повлиять на эту ситуацию. Но мы стараемся помочь, то есть, предоставить объективные данные о том количестве рабочих, которые выходят на объект, сколько реально человек работает, соответственно, сколько должно уплачивать налоги. Ну, то есть, это такая комплексная работа, не самая, конечно, она, допустим, приятная и благодарная, но для бюджета это важно, и чтобы мы могли какие-то обязательства сами закрывать. Потому что, на самом деле, есть такие параметры, то есть, чтобы получать трансферты из федерального бюджета, республика должна выполнять свои доходные обязательства, то есть, по собственным доходам. И точно так же город должен выполнять свои доходные обязательства, чтобы получать трансферты из республиканского бюджета. Ну, условно говоря, то есть, примерно, ориентировочно 20 миллиардов – это доходы бюджета, из них 5 миллиардов – это то, что город сам зарабатывает. Все остальное, три четверти, это трансферты по различным проектам на различные направления. Ну, то есть, отсечка примерно 25%, да, должно быть? Да, то есть, конечно, если мы падаем ниже, это плохо, это, соответственно, вызывает вопросы у вышестоящих бюджетов, поэтому мы должны максимально тут работать. Но помимо комиссии, это на самом деле бывают такие мелочи, которые кажутся несущественными. Например, у нас работает комиссия по энергоэффективности. То есть, мы рассматриваем, сколько те или иные муниципальные организации, предприятия, подведомственные, сколько тратят на электроэнергию, например, или на тепло. Ищем возможность их сократить, эти расходы. Там тоже есть какие-то целевые показатели? Нет, там целевых показателей нет, каждый случай индивидуально рассматривается. Ну, вот, в частности, у нас, как бы, очень для нас приятный этот такой проект по энергосбережению, энергосервисный контракт. Он позволил сократить расходы на электроэнергию на освещение городских улиц и улучшить освещенность. То есть, это вот то, что позволяет за 10 лет, там, по одному контракту осталось 7, по одному – 8. За эти 8 лет, то есть, сэкономить, например, 300 миллионов городского бюджета. Серьезно, да? Ну, это серьезно, и ищем везде. На самом деле, есть у нас объекты, там, школы на электроотоплении, например. То есть, это где-то еще какие-то котельные, которые… Тариф котельных, он отдельный, маленькая котельная, он намного выше, чем тариф ТЭЦ-1 или ТЭЦ-2. То есть, ТЭЦ-1 – это примерно там 1400 рублей за гигакалорию. А у нас есть маленькие котельные на стеклозаводе, которые мы собираемся в следующем году закрыть. А они на чем? На мазуте, да? Там одна на мазуте, две на угле, но это все равно. То есть, на мазуте – это там порядка 9 тысяч за гигакалорию, на угле – там порядка 6-7 тысяч. Это все равно, это для малых котельных, это любая малая котельная – это высокий рост. То есть, получается, частный дом, у него тоже примерно такие же затраты, да? Да, частный дом тоже – это очень низкое энергоэффективное предприятие. Да, конечно. Но это сейчас вот то, что мы напряженно работаем по теме чистого воздуха. И это для нас повод в том числе повысить эффективность домов, отопления домов, в том числе многоквартирных, например. У нас многоквартирные дома несут иногда необоснованные расходы. Это до сих пор у нас в городе тысяча, больше тысячи домов, у которых сейчас нет общедомового теплощадчика. Общедомовый теплощадчик позволяет экономить почти половину энергии. То есть, вот у нас соседний дом, Барсово-31, они платили 900 тысяч. После установки теплощадчика и проведения ряда мероприятий они стали платить около 500. Потом еще утепление дома, еще какие-то мероприятия. Сейчас они платят 450 на весь дом в год общедомовые нужды. Но 900 тысяч-то они платили из-за того, что тепло... А, из-за того, что норматив был. Норматив был, именно норматив был. Кроме того, сама установка теплощадчиков, революция 1905 года, дом 16, могу дом назвать, потому что теща моя проживает. Они установили теплощадчик сейчас. Сами собрались, за свой счет потратили 429 тысяч. Если бы по закону они обязаны установить теплощадчик, либо дать право установить ТГК-14. Если бы ТГК-14 установила, то с учетом процентов по рассрочке жители заплатили бы не 429 тысяч, а 1 200 000. Почему такие расценки? Ну, вот такие расценки, потому что ТГК само выбирает теплощадчики, какие ему удобно, то есть более надежные, плюс включает туда проценты за пользование кредит. Ну, все, рассрочку предоставляет, но это в три раза больше. Поэтому очень бы хотелось, чтобы жители проявили инициативу. К тому же, сейчас есть возможность, так же, как мы делаем на объектах, принадлежащих администрации города, устанавливается, кроме теплощадчиков, еще и система управления тепловым хозяйством. То есть, условно говоря, ночью, когда никого нет, температура в здании понижается до 18 градусов, утром к приходу людей она повышается до 22-23, ну, как нужно. Ну, плюс погодозависимые датчики. То есть, у нас есть сейчас уже компании, которые это обслуживают, которые могут это делать. Они, к сожалению, в частные дома, ну, вернее, многоквартирные дома, как мы хотели, не могут пока как бы там работать, потому что у жителей прямые договора с ТГК-14, и, соответственно, схема энергосервиса, как в освещении, она здесь не работает. Нужен единый плательщик. Есть ТСЖ, которые уже так делают, в том числе коллеги мои по грузовету, у них есть управляющие компании, которые уже реализовали эту схему, и это позволяет очень сильно экономить. Ну, по крайней мере, установить теплощадчик и установить зависимость для того, чтобы общедомовые нужды снизить расходы. Это вполне возможно. Ну, то есть, получается, львиная доля этой экономии – это переход от нормативного потребления к учетному потреблению, да? Львиная доля, да. То есть, это процентов 80, но еще процентов 20 – это аккуратное управление своими расходами на тепло. Ну, в любом случае, да, это выгодно. С точки зрения, может быть, комфортности и тепла не так заметно, но с точки зрения денег серьезно, конечно. Ну, сейчас, на самом деле, для людей все-таки это любая экономия, она важна, так же, как для городского бюджета. Сергей Бурдиков, программа «Мнение». Сергей, к бюджету немножко вернемся. Вот написано, значит, объем расходов на 2023 год планируется в сумме 21,3 миллиарда рублей, с учетом доходов в сумме 21 миллиард рублей, прогнозируемый дефицит в сумме 291 миллион рублей. Кажется, совсем немного такой довольно бодрый, сбалансированный бюджет. Ну, все равно 291 миллион, его придется где-то брать, занимать или изыскивать, или на что-то не тратить деньги. Вот это не очень. Ну, понятно, это… Ну, на самом деле, тут у нас в городе действительно очень сильный экономический блок. То есть, и мэр, он по своей работе очень хорошо разбирается в финансах. Много лет Минфин возглавлял, да? Да, поэтому… Сам предом был. В том числе у нас, ну, как бы со стороны вышестоящих бюджетов, как правило, вопросам к расходованию, к аккуратности, к здесь скрупулезности вопросов не возникает. То есть, я знаю, что во многих администрациях это проблема, то есть, правильно управлять финансами в городе. Слава богу, таких проблем нет. Поэтому уже сейчас бюджет не ориентировочный, а вот достаточно, точно посчитанный. Я видел новость, по-моему, речь шла о республиканском бюджете, что там какие-то платежи отсрочили до 1929 года. Ну, я вот не ручаюсь, какие именно точно сказать, но была такая новость, я не знаю, это с чем связано, ну, связано понятно с чем. Вот здесь у города тоже таких возможностей нету, что-то как-то отсрочить и так далее. Ну, скорее всего, речь о каких-то возможностях заместить бюджетный кредит займом бюджетным или еще как-то. Возможности такие, конечно, мы их очень упорно ищем, такие возможности, конечно, всегда... То есть, это все входит в политику экономики. Да, бюджетный кредит лучше коммерческого, бюджетный займ лучше бюджетного кредита и так далее. Главное, всю эту картинку четко представлять. Нет, всю картинку невозможно, это каждый раз надо искать в каждом особенном случае отдельно. То есть, бывает у нас, допустим, проект по закупке новых автобусов, он же на несколько лет разбит, получается. Сейчас мы должны были часть автобусов получить в следующем году, а цена на них в следующем году была бы, скорее всего, уже другая. Потому что замена комплектующих, усложнение поставок, удорожание каких-то материалов и так далее. Сейчас мэр активно этим занимается и фактически лично. И все у нас, все автобусы, все, что мы запланировали, 59 автобусов, которые большого класса, они все придут в этом году. То есть, без перехода на следующий год. Производители подтвердили все, да? Да, все подтвердили, проверили. Директор муниципального предприятия «Городские маршруты» Кожевников Алексей, он прям лично выезжал на завод, проверял соблюдение графиков, отгрузку. Ну, и заодно там проверял, чтобы все автобусы были должного качества. Водителей найдем настолько, большегрузных автобусов? Ну, я думаю, найдем. Ну, во-первых, сейчас аргумент последнего времени – это бронь от мобилизации. Ну, потому что эта отрасль имеет стратегическое значение. У нас, к сожалению, несколько маршрутов частных перевозчиков они просели. Просто я знаю, что по двойке из 20 работавших водителей, там, шестеро были мобилизованы. Ну, это, конечно, для жителей это напряженно. Ну, и поэтому, то есть, там городские маршруты имеют право бронировать там 55% состава, по крайней мере, для водителей. Ну, и зарплата сейчас все-таки там от 45 тысяч, плюс подъемные, плюс социальные гарантии. Это очень серьезно. В сентябре, в начале, когда объявили о поднятии заработной платы, неактивно шли. Сейчас, в последнее время, я думаю, что к концу года будет очередь. — Активность возросла. Ну, да. Подобные новости. Вот в Воронеже 60, по-моему, с лишним водителей мобилизовали, у них интервал движения до 20 минут вырос. И тоже такие сложные... — Ну, учитывая, что у нас, да, у нас и так, честно говоря, был недостаток, ну, наша проблема – это растянутый город. Что нам на то же количество населения нужно в два раза больше автобусов, чем в Воронеже. Это, конечно, снижает эффективность работы. — Потому, что город примерно в два раза меньше, но все равно, тем не менее. — Да, но площадь больше. Сергей Бурдиков, программа «Мнение». Сергей, давай обратимся к дорожному эксперименту, который у нас стартовал, так его активно освещали на Комсомольской площади. — Долгожданный, да? В районе бывшего кинотеатра «Октябрь». Сейчас это все так тщательно разлиновано такими блоками пластмассовыми. Я вот несколько раз проехал и свое представление составил. Я знаю, что анализ уже идет. И ГИБДД, и администрация города, и горсовет, я думаю, тоже внимательно за этой историей наблюдают. Сколько этот эксперимент в таком качестве именно продлится с этими пластмассовыми блоками, и о чем можно сейчас уже сказать, какие выводы сделать? Ну, вообще, первоначально, почему именно называется все экспериментом? Потому что в следующем году предстоит реконструкция площади, то есть, ремонт дорожный, и реконструкция проспекта «Пятидесятилетие октября». То, что я несколько лет о чем говорил, это о том, чтобы нам организовать полноценные три полосы при движении от октября в сторону центра. Вот три полосы сейчас сделаны, но, к сожалению, одна из полос не подходит по габаритам под общественные транспорты. Это, честно говоря, для нас это было большое расстройство, потому что должно быть 3,75, а сейчас там 3,25, и ГИБДД не согласовывает движение организации выделенной полосы под общественный транспорт и специальный транспорт – скорые, пожарные, спецавтомобили. В следующем году эта проблема будет решена, то есть, будут передвинуты разделительные блоки вот эти бетонные. И заужены, соответственно. Нет. Они там сейчас как будто с газончиком, с таким, и довольно широкие блоки, вместе ниже Гагарина разделительные вот эти полосы. Нет, ну, все полностью, по всему протяжению проспекта «Пятидесятилетия», от Комсомольской площади от октября до остановки «Элеватор», то есть, будет полноценные три полосы. Где-то в центре это просто надо было передвинуть. Честно говоря, мы тоже до последнего времени, я вот к стыду своему говорил, ну, а в чем проблема-то? Ну, давайте передвинем просто разделительную, срежем ее и сделаем три полосы. И только недавно, вот в конце лета, я выяснил, что у нас, оказывается, проспект, вот эти полосы по проспекту «Пятидесятилетия», они на разной высоте. То есть, у нас то, что движение вверх, эти две полосы, они ниже. То есть, иногда ниже на 50 сантиметров. Ничего себе! Чем, да, чем... Чем то, что вниз идет от октября. Да, да. То есть, и это, на самом деле, объем работы там довольно серьезный такой строительный. А разделители все это не скрадывают? А разделители, да, скрадывают, и это не видно. Интересно. Вот, это, ну, как бы, я проверил, действительно, это там очень приличный объем работ для того, чтобы было ровное движение, там, без ям, там, и... Интересно, почему так получилось в итоге? По-разному ремонтировали? Нет, там есть требования по уклону, это магистральная улица, то есть, если раньше было допустимо там где-то такое понижение локальное, ямка такая, и потом ровно, то сейчас все-таки требования эти выполняются. Вот, в следующем году, получается, это будет реализовано. Кроме того, в следующем году тоже важное изменение – это вот где поворот на Чертенково, рядом с ним расположен светофор, пешеходный переход. Вот он будет, этот пешеходный переход, и светофор сдвинут на перекресток сам, чтобы, ну, как бы сократить сейчас, облегчить выезд Чертенково и поворот туда, чтобы это не мешало движению. Вот это тоже существенно там повлияет на скорость. Ну, вот этот, ну, и, соответственно, вся эта Комсомольская площадь, чтобы в следующем году, у нас так бывает, знаешь, мы сделаем сначала разметку, как на площади Советов, потом начинаем мучиться, что она… Потом опять переделываем. Потом переделываем. Вот, чтобы не переделывать, это решение мэра было, давайте сейчас в рамках экспериментального движения, то есть, выставим блоки, сделаем разметку, чтобы люди привыкли. Заодно проверить, вот уже в первый же день выяснилось, что вот предварительные расчеты по размещению блоков, из-за того, чтобы вот образуется такой зигзаг, водители выходят за периметр полосы свои движения, ну, вот при движении снизу в направлении площади. И, получается, занимают, один автомобиль занимает обе полосы. То есть, вот блоки-то что, взял, передвинул. А если бы это было уже полноценное решение техническое, то потом пришлось бы переделывать дорогостоящее. Вот, поэтому сейчас этот режим эксперимента, он будет длиться. Я думаю, что просто может быть с какой-то коррекцией. Ну, я вижу, что на самом деле прошло все гораздо проще, чем ожидалось. Есть там несколько решений, вариантов решений, которые сейчас пробуют одно решение, возможно, там будет корректировка. Ну, в частности, то, что при движении сверху, вот со стороны Жуковского и проспекта Пятидесятилетия, выезжаешь, когда через трамвайные рельсы, выезжаешь по двум полосам, потом переходишь в три. Вот это мы спорили по этому поводу, то есть, там можно было сделать и три полосы, но при этом не соблюдался бы приоритет для общественного транспорта, потому что с Жуковского общественный транспорт не едет, а автобусам нужно выйти в правый ряд. Вот, и это создательное решение, то, что предложили транспортные инженеры и муниципальные предприятия, ну, городские маршруты, в первую очередь. Вот, ну, сейчас смотрим, то есть, там идет постоянный мониторинг, все считается, вот сегодня там несколько раз там квадрокоптеры запускают для того, чтобы оценить в целом движение. Ну, я вижу, что много есть позитивных моментов. Есть, конечно, и неудобства, в частности, вот неудобства для жителей домов, которые расположены, если при подъеме, то справа по проспекту Пятидесятилетия. Они раньше могли выезжать сразу из своих дворов, вот, возле трамвайной остановки, выезжать налево, хотя там, честно говоря, там по проекту организации дорожного движения там запрет, но люди все равно выезжали. Ну, знаков не было, да, и люди выезжали. Люди выезжали. Ну, там сложноватенько было выезжать, но выезжали, да. Да, ну, сейчас это, конечно, запрещено уже все это, возможности это перекрыто. Кроме того, серьезную сложность вызывает запрет поворота на Жуковского с проспекта Пятидесятилетия при движении снизу. И это основное сейчас, основная работа для инспекторов ГИБДД – это пресекать этот поворот, потому что люди пока не совсем понимают. Уже прошел тяжелый этап – это концерт ФСК, после которого со стороны ФСК люди движутся, поворачивают налево и едут в сторону ЛВРЗ на перекрестке. Вот сейчас этот поворот тоже запрещен, но здесь чуть-чуть меньше сложностей, люди быстрее адаптируются. Ну, и есть сценарии изменения прогноза, как там будут двигаться транспортные потоки от ФСК уже туда, в сторону кварталов, в сторону нового моста. Там тоже нужно кое-что будет, кое-какие вещи расшивать. Ну, и тоже одна из больших сложностей – это разворот при въезде на Комсомольскую площадь по проспекту Пятидесятилетия. Это разворот. Разворот и обратно, в сторону элеватора ехать. Да, потому что там… Тоже его запретили. Его запретили. Там это вызвало проблемы, в частности, у городского водоканала, потому что их техника, в том числе, аварийная. Она вся большегрузная, большие. Им и так было тяжело разворачиваться. То есть, они там в 3-4 приема разворачивались. А в час пик это совсем вызывало огромные сложности. Вот сейчас мы просили Управление по транспорту проработать с водоканалом маршруты выезда, потому что и так, и так. После реконструкции Красноармейской, сейчас прошел ремонт, там многие машины… Параллельно проспекту Пятидесятилетия, водоканал. Да, и в том числе у самого водоканала автомобили паркуются с нарушением правил дорожного движения, то есть, перегревая полосу движения. И для спецтехники это так тяжеловато. Ну, и в том числе для тех, кто припарковался, тоже опасно, потому что спецтехника… Габаритная, да. Экскаваторы, они не видят габаритов. Там выезжать тяжеловато, но там есть варианты, как там это организовать, чтобы техника водоканала не испытывала таких неудобств. Ну, это все равно, это удлинение маршрутов. Ну, интересно, с каждым новым вот таким экспериментом, да, вот на элеваторе, в районе площади Советов, сейчас третий уже вариант, все больше опыта, я думаю, появляется у организаторов вот этих штук. Мне понравилось то, что, да, сейчас, если раньше вся площадь вот эта вот Комсомольская занималась автомобилистами в соответствии со своими потребностями, грубо говоря, да, там проскочить на Жуковскую, еще где-то, и сложно было ориентироваться для многих, потому что там и знаки-то толком не установишь, приоритеты и все остальное. Сейчас разлиновали, и как бы и место и для ГИБДД осталось, да, в центре какие-то островки безопасности, все канализировано и едет. Ну, вот анализ, Оригус, по-моему, этот репортаж сделал, значит, там представители администрации ГИБДД говорили, что люди, вот им прям две полосы сделаны, и видно, что вот можно ехать, ну, грубо говоря, с Лимонова туда вниз, да, ну, таким зигзагом в сторону Ландыша, и потом вниз на проспект 10-летие октября, люди выстраиваются в одну, по правой полосе только встают, а левая свободна. Да, что-то новое, то есть человек едет за тем, кто едет впереди, то есть они и нарушают там так же гуськом, один начинает поворачивать на Жуковска, и все, за ним выстраивается очередь, и все ждут, когда он проедет, когда он поговорит с ГИБДД, потом следующий говорит с ГИБДД и так далее. Ну, да, это, ну, я думаю, сейчас постепенно все равно эта адаптация проходит, и уже становится людям чуть привычнее и понятнее. Ну, вот я сегодня вот именно так ехал как раз и смотрю, что-то все гуськом, я тоже гуськом, ну, свободная же полоса вроде, то направление мое все указано, быстренько перестроился и так сэкономил пару десятков метров, да, ну, и вот в целом показалось, что да, как-то вот потоки сходятся, и кажется, ну, все коллапс, а они как-то разъезжаются, потому что еще светофоры работают там вот ближе к проходной, они отрегулированы уже давно по этому поводу, чтобы не пересекались потоки. Да, да, то есть там как раз светофоры работают асинхронно, то есть в разнобой, по очереди пропуская потоки, это в том числе особенно сейчас необходимость вот эта возникла, ну, по многим улицам, и сейчас это решается с помощью интеллектуальной транспортной системы. Еще один наш вопрос, да, давай к ней перейдем, Сергей Мурдиков, программа «Мнение». Мы много раз о ней говорили, но сейчас уже что-то, по-моему, так много-много светофоров, да, значит, десятками речь идет, которые уже приняты и в эту систему включены на самых центральных ключевых улицах. Ну, у нас в прошлом году, когда начали монтировать, за прошлый год 14 светофоров было модернизировано, в этом году будет 40, и 24 еще в следующем году. То есть у нас, ну, основные магистрали, они попадут в зону действия вот этой ИТС. То есть смысл действия ИТС – это, ну, условно говоря, искусственный интеллект, который определяет отличие ситуации от стандартной. То есть если где-то начинает там замедляться поток, при этом с прилегающей улицей поток меньше, ну, соответственно, выставляется приоритет светофором, то есть меняется режим работы. ИТС удлиняется по зеленой в одну сторону, да, в одну, соответственно, где-то сдерживается. Это прямо онлайн, да, происходит? Это происходит онлайн, частично это регулируется искусственным интеллектом, частично оператором. Мы, когда вот ездили, знакомились с работой системы в Санкт-Петербурге, очень, ну, как бы, вот самый такой пример – перекресток, на нем заканчивается действие зеленого. К перекрестку подъезжает трамвай. То есть чтобы не тормозить трамвай, продлевается фаза зеленого света, и трамвай проезжает без остановки. То есть это удлиняет на несколько секунд, но позволяет общественному транспорту проехать. Вот типичный пример, то есть у нас таких мест пересечения трамвая и перекрестков автотранспорта довольно много. Ну, то есть вот это, как бы, один из параметров применения. Сейчас пока ИТС работает, ну, накапливает данные, потому что надо все-таки, чтобы постепенно формировались этот блок. Границу нормы, да, конкретизировались и так далее. Потому что, ну, пока я вижу, что не везде это оптимально. То есть та же улица Смолина, где стоит ИТС, она стала гораздо меньше проходить. То есть по Барсоево проезд свободный, а по Смолину образуется пробка. То есть это в сторону моста Селингинского. Селингинского вечером, как правило, когда домой возвращается. Ну, когда вечером она и там, и там образуется хвост и на Барсоево, и на Смолину, а вот днем только по Смолину. То есть значит, что все-таки пока еще там управление недостаточно эффективное. Но это постоянно развивается. И это большая, очень важная, вот особенно в режиме такого плотного трафика, это очень важная система. Она позволит, во-первых, она позволит в том числе и приоритеты для общественного транспорта. Во-вторых, вот я лично, я очень надеюсь, что именно за счет внедрения ИТС мы сможем организовать, наконец-то, реверсное движение по Селингинскому мосту, где расширить мост невозможно, ну, по крайней мере, быстро. Поток там очень серьезный, и он имеет цикличность. В какое-то время? Утром в город, вечером из города. И на этот период вполне можно было вводить реверсное движение. То есть, три полосы в одну сторону, одна в другую по мосту. ГИБДД-то, наверное, не разрешит одну в другую. Почему? Ну, потому что вдруг ДТП, и все, одна полоса. Нет, если именно за счет ИТС, ИТС реагирует, если видит ДТП. Любое изменение дорожной обстановки, оно фиксируется, соответственно, вводится на экран оператора, оператор оценивает ситуацию, и, соответственно, либо вызывает реверс, либо вызывает эвакуатор. Нет, он просто отключает реверс, и все едут, как обычно. Пожалуйста, освобождается вторая полоса. А потом, допустим, убрали машину, и опять... Да-да, без ИТС это, конечно, вручную невозможно. Невозможно, интересно. Я поэтому и говорю, что именно внедрение ИТС позволит отчасти какие-то новые вещи внедрять. Ты вот упомянул пересечение трамваев и автомобильного транспорта, да, и вот, кстати, вот в этом сюжете, анализируя ситуацию на Комсомольской площади, Юрий Санжанов, руководитель управления трамвая, сказал, что скорость прохождения трамваев за дни эксперимента уменьшилась в 10 раз со 160 секунд до 16, да. То есть, это, говорит, практически все, мы уедем практически без остановок. Ну, это для того, чтобы... То есть, в этом-то и был смысл, чтобы как можно более вертикальное было пересечение между потоками, потому что это проблема именно остановки элеватор и проблема октября, то, что очень под острым углом это пересечение. Практически, да, практически, как трамвай, так же. Да, потому что, ну и на элеваторе там просто невозможно так сделать вертикально, здесь на Комсомольской площади было возможно. А перпендикулярное пересечение, оно чем перпендикулярнее, тем меньше площадь автомобиль занимает на трамвайных путях, например, и тем их меньше там оказывается. Да, и тем лучше обзор водителю для того, чтобы видеть трамвай, да. Да-да-да-да. Интересно. Сергей Бурдиков, программа «Мнение». Так, еще вот одна тема, мы управляшки тоже упоминали, 1 ноября истекает срок подачи заявления на продление лицензии, однако на сегодня подано лишь около 30 заявлений, СМИ сообщает, и вот Гостроевзлонадзор это комментирует, что нужно соблюдать процедуру, но у нас же управляющих гораздо больше. Ну, там смотри, у нас... Почему не подают? В лицензию, то есть не подаются, потому что не все дома хотят включать в свою лицензию. Суть, как бы тут нюанс-то в чем, если управляющая компания заключила договор управления полностью на весь дом, то ответственность за общедомовые нужды возлагается на управляющую организацию, то есть это оплата общедомового света, тепла, соответственно, это приводило к тому, что очень большие расходы у управляющих. Есть много домов, в которых там 10-12 квартир, в которых массово жители электричества, условно говоря, воруют, то есть они подключаются к общедомовым приборам мимо своего счетчика, и это приводит к росту общедомовых расходов, а за это платят... Раньше платила управляющая организация. То есть сейчас, если у управляющей компании нет, этот дом не в лицензии, и заключен просто не договор управления, а договор обслуживания по отдельным видам, аварийное обслуживание и так далее, соответственно, это все падает на жителей. То есть остальные жители, которые добросовестные, все в равных пропорциях платят общедомовые нужды. И не все дома, действительно, у нас есть дома с низкой степенью благоустройства, которые управляющие компании не хотели бы включать в лицензии. То есть эти дома, фактически, администрация районов, она управляющая компаниям предлагает, настойчиво предлагает обслуживание. В нагрузку, что называется. Что называется, в нагрузку, потому что сами жители, к сожалению, свои дома обслуживать все-таки не могут. Отдельно обслуживать малоквартирный дом такой, это очень дорого. Ну, получается, проблема-то недобросовестности, мягко говоря, тех жителей, которые заимствуют чужое электричество главным образом или не только? Не только. Ну, где-то это утечка, где-то это отсутствие также общедомовых приборов учета. Это тяжелый фонд и так далее. То есть, где-то просто негде поставить прибор учета. Где-то это пятиэтажки, допустим, по тому же проспекту 50-летия, где счетчики стоят внутри квартир. То есть, к ним нет доступа с управляющей компанией. А в коридорах вынести невозможно, там просто нет места в щитках. Вот это комплексная такая проблема. А то, что отсутствие заявок на лицензии, это верхушка айсберга. Интересно, как это все разрешится. Считанные дни остались, собственно, да? Или брать в нагрузку, или лишаться лицензии, опять же. Нет, почему? Они просто не исключают из лицензии эти дома. То есть, ну, как бы управляющие компании, я, с одной стороны, их понимаю, с другой стороны, как раз сфера бизнеса управляющей компанией, это, конечно, очень в большой степени социальная ответственность. Согласен. Сергей Бурдиков, программа «Мнение». Сергей, давай вернемся к истории с транспортом сообщественным. Вот СМИ написали про систему учета пассажиров и, значит, говорили о том, что будет бескондукторная система введена. Вот о чем идет речь. Возможно ли это и так ли это именно будет? Во-первых, будет введена, это, конечно, большая перспектива. То есть, основной смысл – это внедрение электронной системы первой. Ну, первый, самый важный шаг для муниципальных предприятий и для города – это внедрение системы учета пассажиров. То есть, сколько человек проехало в автобусе, где зашли, где вышли. Вот такая система. Мы вообще, честно говоря, очень хотели, чтобы это было внедрено на этапе производства автобусов, чтобы они приходили уже оснащенные системой этого мониторинга. Ну, вот там, на самом деле, параметры ценовые мы не вписывались уже к этому моменту. И все равно задача такая остается. Нам нужно понимать, во-первых, сколько человек действительно реально проехало в автобусе, не только по данным кондуктора, но и по объективным данным. Сколько человек где заходит. Для чего это, в принципе, нужно? То есть, вообще это нужно… Ну, понятно, что есть контроль кондукторов со стороны руководства муниципального предприятия, потому что кондукторы – это прием наличных денег. Да. Материально ответственное лицо. Материально ответственное лицо. То есть, предприятие должно быть спокойным за то, что все деньги, которые заплатили пассажиры, дошли до кассы предприятия. То есть, первая часть. Но она не такая большая, потому что сейчас все больше доли безналичных расчетов. Безнал – это четкий, строгий учет. Безнал – это строгий учет. Второе – это возможность постепенного внедрения дифференцированной оплаты. То есть, если человек заходит, проедет одну остановку, он сейчас платит фактически за весь проезд. За всю длину маршрута. Люди, которые едут из конца в конец, они как бы виртуально не доплачивают, потому что они платят меньше, чем стоит для водителя проехать из конца в конец. Такая дифференцированная система оплаты возможна только при объективной оценке количества пассажиров. А эта система довольно четкая. Вот сейчас порядка полутора-двух месяцев назад установили на один из автобусов такую систему. Мы ее смотрели в рамках поездки на завод, на заводы. То есть, вот эта система была установлена, она прошла тестирование, прошла объективный контроль, то есть, с помощью ручного счетчика, сторонних. То есть, все мы видим, что она работает, работает корректно. Объективно. Да, 98%. Насколько это совпадало с данными кондукторов? Не знаю, не могу сейчас сказать. По крайней мере, объективность оценивается в 98%. После того, как эта система внедрена, по ней есть данные, теоретически возможно перейти к бескондукторной системе оплаты. То есть, человек заходит, оплачивает картой, ну и через валидаторы, не через кондуктора, а через установленные терминалы, оплачивает, соответственно, ну, как бы, то есть, предприятие экономит на зарплате кондукторов. Это, на самом деле, существенная часть. Статья расходов. Да, статья расходов. У нас из-за того, что нет фонда оплаты на кондукторов, у нас по некоторым муниципальным маршрутам водитель принимает оплату. Это, конечно, ну, это совсем прошлый век. Это приводит к тому, что медленнее движется транспорт, не вписывается в свое расписание. То есть, это, ну, надо все равно так или иначе это решать. Бескондукторная система оплаты – это, как бы, самый окупаемый проект. То есть, экономя на труде на зарплате кондукторов, постепенно окупаются расходы на оборудование. То есть, в принципе, вообще за два года окупается. Естественно, что при этом надо усиливать службу контролеров. Но это, имея объективные данные о том, сколько человек ехало, сколько человек где входило и выходило, мы, конечно, можем управлять контролерами. То есть, чтобы они заходили именно там, где больше доля зайцев, так называемых. Ну, в целом, там, где эта система внедрена, по многим городам сейчас ломкался. А, уже есть, да? Вот те партнеры, которые ставили нам эту систему учета, они уже внедрили все для оплаты в 40 городах. Вот сейчас у нас… Там есть большая сложность с тем, чтобы учесть льготников. То есть, у нас в городе все-таки действуют льготы дети и… Недавно введены. То есть, у нас сейчас льготы действуют просто бумажный проездной фактически. То есть, ты должен его хранить с собой. При наличии такой полноценной системы… Сейчас, к сожалению, на нынешней системе, которую у нас ставил Сбербанк, учет льготников невозможно. Ну, если нужно провести апгрейд такой этой нынешней системы, чтобы льготники просто каждый свой проезд оплачивали со льготами. А как это может выглядеть? Им какие-то карточки специальные? Нет, они просто заранее… Так же, как проездной, то есть, они оплачивают свои 30 поездок в месяц авансом и получают их со скидкой по льготной цене. Это не так сложно, но это все равно необходимо постепенно. Тогда мы сможем расширить и перечень льгот на транспорт, чтобы был полноценный этот учет. Такая масса кондукторов останется без работы, получается? Или контролеры их переведут? Рано или поздно они все равно останутся без работы, потому что везде все развивается. То есть, у нас уже многие… Есть станции метро в мире, не так далеко от нас в Пекине, где просто по Face ID, даже нет турникетов, то есть, деньги снимаются. И никуда ничего прикладывают, не надо тебя просто идентифицировать. Да, это никуда не денется, прогресс никуда не денешь. С кондуктором, на самом деле, там не очень высокая зарплата сейчас, именно из-за того, что бюджет предприятия не может большое количество. У нас сейчас, я и говорю, есть автобусы без кондукторов. То, что кондукторы точно без работы не останутся, возможно, и то, и другое. Возможно, система и так, и так будет работать. Но просто внедрение именно дифференцированной оплаты по продолжительности поездки, это насколько это через… Нет, ладно, это я уже чуть-чуть про другое. Ну, дифференцированная оплата, но справедливая, по сути своей, да? По такому же принципу, такси работает и так далее. Сколько наездил, столько и заплатил. Столько и заплатил, да. Я думаю, никто против не будет в этом плане. Сергей Бурдиков, программа «Мнение». Сергей, к программе «Чистый воздух» давай перейдём, тем более воздух уже в городе, уже мы видим, что нечистым пахнет. Уже туманчик такой, какая-то дымка, и запах характерный появился, потому что прохладно уже ночами, и люди активно начали топить уже на регулярной основе. Да. Ну, сейчас у нас заканчивается самый, наверное, важный для обоснования всего проекта период, это период обследования электрических сетей. Это для того, чтобы… Ну, как бы общие параметры проекта. Людям по льготной цене продаётся объём электричества. Они за счёт этого льготной цены устанавливают электрические котлы вместо угольных и дровяных, и, соответственно, оплачивают. Но для того, чтобы это реализовать, ты должен быть уверен, что у тебя вся инженерная часть, то есть провода под станции выдержат эту новую нагрузку. То, что у нас сейчас происходит в этом году с отключением электричества, ну, всем наглядно видно. У нас ежедневные, в разных местах, жара, холод. У нас мы иногда теряем целыми посёлками, там отключаются и надолго. Не говоря уже о каких-то профилактических ремонтных работах. Да. То есть это и сейчас специальная проектная организация, она проводит предпроектные работы и оценивает, проходят все домохозяйства фактически, то есть весь частный сектор, все провода, всё вносится, оценивается, где нужно заменить подстанцию, нарастить, где нужно провода заменить, где что. То есть вот это… Но это до домовладения, да? До домовладения, да. То есть непосредственно до границы домовладения. Вообще общественные вот эти вещи. Ну, внутри домовладения сам, конечно, владелец. Вот сейчас эта работа будет закончена, часть обследования, по-моему, уже до 15 октября, левый берег уже закончили. После этого уже будет проектирование, то есть что нужно изменить. На основании этого проектирования уже будут проводиться работы по непосредственно изменению, то есть переконструкции сетей. Это краеугольный получается камень для того, чтобы нам этот проект запустить, то есть чтобы можно было двигаться дальше. Ну, для меня, конечно, это очень важно, что это все-таки уже перешло в практическую часть. То есть это уже не виртуальное рассуждение о том, что вот грязный воздух у нас, что сделать. Это уже практика. Параллельно для котельных, ну, относительно там больших, муниципальных, уже в стадию реализации вошло производство фильтрующего оборудования, то есть это электростатические фильтры. Вот недавно мэр и специалисты комитета городского хозяйства ездили, смотрели, как это все, как он работает. Ну, и реально, то есть он реально работает, причем работает лучше. За счет наработок приборостроительного объединения удалось сделать чуть-чуть больше, потому что обычно фильтры, чисто вот эти сажевые фильтры, они не фильтруют бензопирен. А в нашем случае это фактически ноу-хау, то есть именно бензопирен, наиболее опасный канцероген, который содержится в выбросах, он за счет образования озона, он нейтрализуется. То есть этот озоновый нейтрализатор – это огромная важная часть. То есть если бы было просто не видно этого дыма, еще ладно, а то, что он будет его не видно, и он еще не будет содержать такое количество бензопирена, это настоящий прорыв просто. Это та практическая часть, которая сейчас есть. Немножко у нас медленнее идет проект, насколько я понимаю, по производству бездымного угля. Хотел спросить, да, медленнее, с чем там сложности? Это же тоже, собственно, включено в чистый воздух, да? Да, это включено в чистый воздух, но это прямое, то есть там уже просто готовый проект, там уже нечего делать. То есть у нас есть участки, где можно установить непосредственно котельные, можно на юго-западные котельные, можно на вновь строящиеся на авиазаводе. То есть и наладить производство. Там все уже готово, то есть уже эти расчеты сильней углеобогащения, уже все проведено, то есть там вопрос только финансирования. То есть здесь еще мы должны закончить сейчас исследовательскую проектную часть, чтобы... Ну, мы движемся в графике, установленном проектом, даже, конечно, немножко быстрее, но слава богу. То есть мы должны уже до середины декабря иметь данные по всем домохозяйствам. Вот к домохозяйствам обратимся, значит, еще раз я, может быть, не услышал или недопонял, значит, проверяются все электросети, выясняется, что все нормально, запускаем. Каким образом людей переводят на вот эти электрокотлы? Это же все равно такое частичное, ну, не такое сложное, как установка котла, но тем не менее переоборудование в паятии электрокотел в систему и так далее. То есть что-то людям предлагаться будет, как-то субсидироваться это дело или как это будет? Непосредственная установка котла вряд ли будет субсидироваться, но здесь интерес со стороны банков по лизингу оборудования очень большой. То есть они готовы людям продавать это оборудование в лизинг. С последующим выкупом постепенно. Да-да, именно с последующим выкупом. Три-четыре года рассрочка на выкуп, потому что объем тоже там, количество котлов приличное. Ну да-да-да, то есть в целом это банкам интересно. Да, банкам это интересно, ну и, соответственно, весь этот проект. То есть люди, они, конечно, несут затраты на оборудование, но они экономят на производственных расходах. То есть покупка, дрова колоть. Ну, конечно, да-да, вот эти вот обслуживания, пыли от угля. Просто и государство датирует, государственные органы, они датируют, ну, условно говоря, человек получает там 5, не знаю, киловатт, ему выделяется на месяц именно отдельно от общедомового счетчика. По льготной цене. По льготной цене. На отопление интересно, я думаю, да, это будет для многих привлекательно. А если человек все-таки уперся и говорит, бездымный уголь мне давайте, или это по мере того, как он будет производиться? Ну, вообще да, по мере того, как он будет производиться, ну, конечно, если у кого-то бездымный уголь, то, конечно, ну, это примерно, все равно это меньше вредит, чем нынешняя ситуация. Ну, а так, как бы, это все равно, то есть, бездымный уголь – это тоже работа. То есть, сейчас, если электричество, то есть, чтобы сравняться со стоимостью угля, электричество должно продаваться по рубль 33, то есть, это примерно равно стоимость угля. Иркутские практически расценки. Да, это иркутские. По-моему, похоже. Ну, в Иркутске для этого там есть и по рублю расценки. Да. Ну, вот рубль 33, чтобы это было эквивалентно стоимости угля, качественного, хорошего угля. Поэтому, конечно, даже если у человека есть угольная котельная, ну, все-таки электричество удобно. Ну, с другой стороны, в начале программы-то мы говорили, что это низкая энергоэффективная штука, гигакалория дорогая, а как так, рубль 33 получается? Из него уголь используется? Или это я... Нет, это правильно. Я имею в виду, что дороже, вот маленькая котельная, она гораздо менее эффективна, чем большая котельная типа ТЭЦ. Да, да, все понял. Опторозница, грубо говоря. Нет, не совсем, т.е. ТЭЦ работает в режиме смешанной генерации за счет выработки электричества, т.е. сначала там вырабатывается электричество, за счет выработки образуется пар, и только паром, ну, потом уже нагревается вода, из-за этого получается смешанная. Два вида энергии получается из одного процесса. Т.е. любая котельная по умолчанию менее эффективна, чем ТЭЦ, грубо говоря. Да, да. Ну, я думаю, у тебя же в гостях был Владимир Николаевич Афанасьев, он тебе наверняка убедительно рассказал, что генерация, ну, так сказать, возобновляемая за счет Солнца и земного тепла, она позволяет превысить эффективность ТЭЦ-1, даже ТЭЦ-1, ТЭЦ-1 самая эффективная у нас пока котельная теплоэнергоцентральная. Ну, там вложения тоже масштабные очень, хотя любую ТЭЦ построите, очень дорого. Сергей Бурдников, программа «Внение», про все виды топлива поговорили, про дроваи сегодня поговорили, давай о них поговорим, тем более сейчас вот такая социальная акция, ну, наверное, да, можно ее так назвать, обеспечение дровами семей мобилизованных, как она проходит, мы немножко этой темы касались с министром природных ресурсов Натальей Тумуреевой, говорили, вот что сейчас, насколько успешно, потому что, ну, собственно, все уже, уже надо дровами вовсю пользоваться. Ну, на самом деле, да, проходит, поддерживает, ну, честно говоря, заявок там много, пока не всех устраивает качество поставляемых дров. Вот то, что предлагается поставки, то есть, многим, как бы, ну, мужик-то ушел, и надо кому-то рубить дрова. Сейчас это отчасти справляются волонтеры, но волонтеры тоже, ребята, не все обладают навыками. Да, 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 это тоже надо уметь, конечно, и выносливость. Были жалобы на то, что, ну, вот, нам поставляется, ну, как бы, был поставлен там горельник, да, то есть, они говорят, ну, как, то есть, он же весь в саже, в зале, то есть, это неудобно. Большинство говорят, ну, мы бы сами купили дрова, вы нам денег только дайте. Это, как бы, для городских-то властей тоже было бы и для республиканских отчасти удобнее, потому что, ну, ты выдал деньги, либо это нужно организовывать, то есть, напрямую выплачивать, компенсировать расходы тем компаниям, которые дрова поставляют. Вот, не знаю, как дальше это пойдет, но я думаю, что надо все равно думать и про такую возможность. Ну, вот у нас, казалось бы, да, какие вопросы могут быть, да, но вопросы возникают. Нет, все равно вопросы возникают. У кого-то угольная, нам говорят, нам дрова не нужны, нам нужен уголь. А уголь не предусмотрен у нас, да? Уголь нет, не предусмотрен. Кто-то живет в многоквартирных домахах. Ну, почему там? Там компенсируют, а мне там, ТГК не компенсируют. Вот, много все равно это. А, да, тоже вопрос, да. Да, то есть, много таких смежных вопросов. Ну, я думаю, что, то есть, у главы это все на оперативном контроле, у главы республики, и он общается, в том числе он общался по поводу дров непосредственно с мобилизованными. Там же были ограничения по необходимости, по месту проживания. Да, да, там комиссионные решения, там глава сельского поселения осмотрит потребности оценивания. Поэтому, я думаю, в ближайшие несколько дней тут должны быть какие-то корректировки в этом, чтобы облегчить людям возможности. Перезимовать нормально. Ну, тем более, история-то громкая, очень многие федеральные СМИ эту новость, что вот именно в Бурятии дрова семьи мобилизованных выдают, и чувствовал, что это такая диковинная какая-то история для федеральных СМИ. Ну да, это точно. Бурятия. Во многих аспектах необычная республика. Сергей, спасибо огромное. Руководитель группы компаний «Байкал-Медиа», представитель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Лондонского городского совета депутатов Сергей Бурдиков, принимал участие в программе «Мнение», вел передачу Игоря Резера. Всего доброго. До свидания. До свидания.